Цена высокая, спрос низкий. Администрация Сургута читалась перед депутатами о продаже муниципального имущества в прошлом году. На торги выставляли 4 объекта недвижимости, 4 десятка автобусов и другую собственность города. Проводились 6 аукционов, в том числе 2 повторно. В связи с отсутствием покупателей все они были признаны несостоявшимися. Транспортные средства в итоге передали в СПАПАД. Их внесли в уставной капитал предприятия. Существенными факторами не застоявшихся торгов по продаже муниципального имущества можно назвать, наверное, в первую очередь низкую покупательскую способность, учитывая стоимостную оценку непосредственно самих объектов, предлагаемых в продаже в зависимости от их состояния, и большое количество предложений на рынке недвижимости. Тем не менее, в прошлом году приватизировали то муниципальное имущество, которое не было включено в прогнозные планы. Соответствующие заявления поступили от субъектов малого и среднего бизнеса. С молотка были проданы 8 объектов, а общая сумма поступлений в бюджет составила 44 миллиона рублей. Добавлю, что ни в прошлом, ни уже в этом году мэрии так и не удалось продать пакет акций агентства воздушных сообщений. Стартовая цена составляла 317 миллионов. На Майскую Думу мы планируем выйти с новыми условиями приватизации после того, как у нас будет готова новая оценка. Мы пытались по той цене, чтобы хоть как-то пополнить, но, к сожалению, у нас не нужно. Не-не-не, выйдите с предложением о снижении цены. Мы выйдем с предложением об утверждении условия приватизации в рамках новой оценки. Предыдущие стекла 31 января.